Уважаемые коллеги, дорогие друзья, здравствуйте, рад всех приветствовать. У нас сегодня традиционное развитие управления, оно немного необычное, оно пройдет в открытом формате, потом я это видео планирую публично разместить, и все смогут посмотреть, да, это шаг к открытости компании этажи, так как, на мой взгляд, это очень важно для развития бизнеса, не только там риелторского, но и другие, может, кто-то посмотрит и примет это, только от этого будет лучше всем. У нас сегодня тема — это организационная структура и, можно сказать, организационные структуры, как с этим работать, что там интересного, какие особенности могут быть. Опыт свой практически расскажу, да, естественно, подготовил и практический материал. Сейчас все попробуем, проанализируем, как это происходит на практике. Прежде чем говорить об данном вопросе, конечно, у нас традиционно на повестке дня это цели и задачи организационных структур, как правильно делать, как правильно их формировать, тот за это ответственен. Если, знаете, сейчас немножко так исторически на все это посмотреть, вопрос организационных структур не так давно появился, он впервые там по-серьезному где-то лет 150-170 назад начался, 100 лет назад только пришли вот к такому иерархической организационной структуре, потом там где-то 60 лет назад это все в Америке зарождалось, появились такие там зачатки межфункциональных каких-то процессов, дивизиональных, ну и потом потихоньку все это перешло в системе управления. Мы уже с вами подключаемся в этой на поздней стадии, когда уже современные бывают и там бирюзовые организации в оргструктурах, бывают у нас и предпринимательские организации. Мы, кстати, пример об этом дальше поговорим, предпринимательской организации, организации, но не всегда предпринимаясь к оргструктуре, это вот две большие разницы. Бывают у нас и чистые функциональные системы, чистые дивизиональные, то есть различных много, суть какая, но всегда они преследуются какой-то, есть цели и задачи основные. Давайте вместе с вами попробуем проанализировать, какая основная цель оргструктуры. На мой взгляд, это соответствие потребностям бизнеса, то есть, а потребность бизнеса, у нас всегда есть три цели, у любого бизнеса, коллеги, есть три цели, я в этом глубоко убежден. Они все по-разному, то есть первая цель, это общественная полезность, бизнес должен обществу приносить пользу, как результат он получает прибыль, потому что те деньги, которые он, которые готовы покупать его продукты, они нужны обществу, их покупают, за счет этого бизнес растет, но он должен, у него единственное ограничение, он должен уметь это еще делать с прибылью для себя, поэтому тогда вот. И третья цель бизнеса, на мой взгляд, это комфорт сотрудников, то есть, поэтому у нас три крупных бенефициара есть, общество, внутренние сотрудники и акционерный капитал, да, и вот когда ты всем трем удовлетворяешь системам, у тебя всегда все растет и процветает, а оргструктуры должны в этом активно помогать, это очень важно, потому что иногда бывают крены в оргструктурах, вот то, что я видел, допустим, совсем нет внимания клиентскому, клиентской составляющей, да, как результат низкое качество услуги или продукта, и компания там со временем становится ненужной, иногда не учитываются общественные интересы, слабая работа пиар, джиар каких-то систем, вот тоже в результате там нарушается вот это понимание общества, тут как, какое место в этой системе занимает, ну, иногда бывает, что у структуры неправильность финансовой позиции, тогда мы понимаем, что бизнес умирает, потому что он невыгоден, да, он вроде всем сотрудникам хорошо, обществу нравятся услуги, но нет рентабельности, да, как правило, здесь малая была роль финансового менеджмента, и это тоже очень опасно. Вот, давайте переходить дальше, двигаться будем по программе, следующий момент, который вот, первое же, на что, когда я сегодня готовился к данному мероприятию, мне почему-то на ум пришло ресурсное управление, то есть глубоко убежден, что вот синоним слова оргструктура, управление оргструктурой, первый синоним это ресурсное управление. Сейчас всем задам вопрос на засыпку, очень интересный. О чем-то ли говорит пропорция и уровни оргструктуры, как распределяются ресурсы? Вот, смотрите, если вдруг у нас, допустим, оргструктура имеет большой HR-департамент, значит ли это, что финансовое ресурсное распределение будет такими же? А значит ли это, что материальные ресурсы будут так же распределяться? Или интеллектуальные? То есть не всегда. Поэтому прямой здесь связи нету, и в этом это одновременно и опасность, уважаемые коллеги. Мы очень часто оргструктуры делаем не по принципу необходимости, а по принципу формирования. Есть такой закон, оргструктура так называемых, который говорит, знаете, о чем? Оргструктура одной компании всегда копирует оргструктуру, принятую в отрасли. Вот не поверите, выходит новый застройщик на рынок, у него со временем раз будет такая же оргструктура. Агентство недвижимости, то же самое. Ресторан, все то же самое. Ну понятно, механизмы, почему это происходит, понятны. То есть первое, во-первых, часто смотрят у других, часто сотрудники приходят с этой же сферы. Вот, есть определенная органика, понятная всем процентам. И иногда это просто, ну, просто примитивное копирование. Поэтому оргструктуры похожи. На самом деле это не совсем так. И мы с вами видели примеры, самые удачные, яркие компании мировые, они как раз имеют другие оргструктуры относительно конкурентов. И именно за счет этого они достигают вот этой своей эффективности максимальной. Вот это тоже очень важно нам осознавать и где-то всегда это понимать. Так вот, когда мы переходим к ресурсному управлению, мы понимаем, что уровень разных этапов вот этого бизнеса, да, он, как правило, бывает ошибочным. Считается, что самым важным в ресурсном управлении считается модель добавленной ценности. То есть ресурсное управление, мы должны направлять ресурсы туда, где они имеют наибольшую добавленную ценность. Теперь следующий вопрос. Как вы считаете, кто в оргструктуре в целом ответственен за распределение ресурсов между ними? Еще первые отсылки к оргструктурам идут к началу 1910 года примерно, да. То есть где-то 1910 год. И там говорится, что должно быть единое началье. Да, что вот, дескать, есть первое лицо, это были первые структуры, они были жестколинейные такие, с прямым подчинением. И вот первый человек все определяет, да, что как и происходит. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это не так. Реально в правильных организационных структурах вот это ресурсное распределение происходит подальше от основного центра первого лица, да. И современные организационные структуры, они говорят о том, что ресурсы должны распределяться на более низовых уровнях через инструмент конкуренции. То есть, коллеги, вот смотрите. Я там все это быстро тоже отмечу. То есть три есть золотых законы распределения ресурсов. Первый метод. Метод распределения прямого сверху вниз. Давайте приведем на нашем примере, да. То есть, допустим, почему-то вот на любого посмотрел из Омска. И, допустим, в Омске HR говорит, что, слушайте, срочно мне нужно 10 новых HR, да. Все. А Егор говорит, да, конечно, пожалуйста, пожалуйста, 10 новых HR. Даже не проверю, не посмотрю. Вот. И все. И там, допустим, раз 8% ресурсов финансово в перевертом в HR департамент, да. Вот это пример такого прямого распределения. Просто по запросу тебе дали. Вот. Второй метод распределения. Это конкуренция. Да. Что там? Люба у нас говорит, нужно 10 HR. В это время департамент маркетинг говорит, не-не-не-не, нам нужно 150 счетов по всему городу, да. А в этот же момент, кто занимается хозяйством, да, административно, говорит, так-так-так, нам нужно срочно обновить все компьютеры. И сделать ремонт, еще взять новый офис, да. И все это, допустим, примерно одинаковые суммы. И вот возникает там такое бурление, да, и пошление ресурса распределили. Все. Это второй тип через конкуренцию. И третий тип, так называемая холократия, да, это когда как? Когда кто хочет, только тот и берет. Такое тоже бывает иногда. Так действует некоторый тип организации, да, они что, вот, Люба захотела и никого не спрашивает. Берет, потому что считается, что она эффективна. Она сама на своем уровне управления знает, что ей нужно, несет ответственность. Пока к этому организации еще не пришли. Примеров очень мало. Мы в компании стараемся, все знают, внедрять эти тактики, практики. Но я скажу так на тройку. То есть по факту, конечно, своя механистическая ОРС-структура всегда берет свое. Да, и на сегодня давайте откровенно, ну, там, наверное, нереально, чтобы с уровней там где-то вот минус 1, минус 2 можно было там больше там 0,3-0,4 процентов бюджета как-то активно использовать. Я даже думаю, где-то уже после 0,1 процента бюджета от общей системы уже там коршуны налетят, проконтролируют, да, эффективность использования. Вот, это важно. Поэтому ресурсное управление – это такой фундаментальный процесс, который нужно всегда, но максимально эффективно определять. Дальше переходим. Вот теперь самый интересный такой вопрос, да, ну, для меня лично. Как правильно ОРС-структуры влияют на развитие бизнеса? Вот есть традиционный вопрос, да, там, рост бизнеса – это предопределено или нет? Чем оно предопределено? ОРС-структурами, амбициями там руководителя на месте, рынком самим, состоянием конкуренции, чем предопределяется вот этот рост? Есть ли ДНК роста, есть ли гормоны вот этого роста, да? Это тема отдельного разговора, но давайте так вместе подумаем, как, надо всегда, ОРС-структуры часто похожи на природу, и надо всегда посмотреть, а как в природе это устроено. Слушайте, в природе есть ДНК, все знают. Если ты, я, знаете, был в Эмиратах, в Дубае, когда, там есть музей ДНК, собраны там такие маленькие, эти, такие, ну, типа мини-ДНК всего мира, и показывают, как они прорастают. В общем, все предопределено. Если ерундой не заниматься, мы вот все примерно одинаково, нас уже все заложено, да, конечно, если там совсем ничего плохого не делать с собой, да, ну, плюс-минус мы на самом деле, от ДНК уже многое зависит, а единственное, кроме умственной деятельности, умственная деятельность, она не такая, как телесная, и она гораздо больше поддается изменению и воспитанию, да, поэтому даже в природе есть те вещи, которые, ну, грубо говоря, сверху даны, и тебе тяжело от них идти, мы почти не можем, ну, я молчу про всякие пластические операции, я надеюсь, что не буду вообще ничего на тему говорить, вот, но в целом это предопределено в высокой степени, допустим, какие-то физиологические способности, они тоже предопределены в высокой степени, но уже поддаются тренировке. Умственные способности все поддаются тренировке, развитию, компетенции, мы это с вами понимаем. Почему я все так поню? В организациях так же. Отрасль, какая-то базу заложит в систему, поверьте, вы за счет того, что видели, косвенно ДНК, но фундаментально ДНК бизнеса, оно другое, да, то есть оно закладывается через, карьерные политики, допустим, назначений, принцип распределения ресурсности, условного уровня готовности к риску, то, насколько мы эффективно будем обновлять команды и менять, да, какой у нас портрет компетенции, как мы подбираем людей, то есть на самом деле мы сами того не понимая, у нас у каждого есть врожденный ДНК в бизнес, и мы, и хорошая новость, мы его сами туда делаем. У него есть своя инерция, это тема отдельного разговора. Поэтому переходим к росту бизнеса. Предопределен ли рост? Да, предопределен. Именно поэтому часто говорят, вот у хорошего руководителя всегда все растет и процветает, у него просто есть вот эти принципы управления, которые он эффективно осуществляет. Дальше давайте перейдем. Можно ли на какой-то стадии это все менять? И от чего зависит рост конкретных ОР-структур? Давайте я тоже готов это обсудить. Но первое. Скажу очень плохую новость для всех. ОР-структурам свойственна дикая инерция. Коллеги, я вот не зря подобрал слово «дикая», потому что это реально так. Вы знаете, все знают, чем меньше скорость движения каких-то систем, тем они, как ни странно, обладают большей внутренней инерцией на единицу времени. Потому что они медленно изменяются. И вот поверьте, то, что они сейчас такие сформированы, попробуйте их поменять. Я сейчас не буду примеры приводить, связанные с государством, какими-то другими системами. Вы сами примерно можете их так примерно проанализировать. Я приведу пример с бизнесами. Бизнес, читали все жизненные циклы корпорации Одизиса, всегда в поздних стадиях системы их смерть начинается с стабильности организационных структур. Вот тот, если читал эту книжку, я уверен, что многие читали, там это хорошо описывается. Я тогда, когда читал, я был относительно молод. Сейчас я, конечно, с возрастом понимаю, ну как Одизис был прав. И поэтому вначале перестаются изменяться орг структуры, и потом только меняется бизнес. То есть это первичный признак того, что система становится не гибкой, не готова к трансформации. Соответственно, дальше, что еще касается роста. Очень сложный вопрос определения, как я это называю, когда нужно орг структуры расширяться, по каким законам они расширяются. То есть все знают, есть закон расширения Вселенной, там действуют одни моменты, что он удваивается каждый промежуток времени. Недавно закон тоже этого с айтишно связан, что каждый год удваивается объем скорости информации. То есть есть такое. Значит, если такой закон для орг структур нету. То есть скажу вам плохую новость, по умолчанию орг структуры свойственна стабильность. Причем очень высокого уровня. Вот смотрите, давайте все вместе вот так вот сидим, сами для себя проанализируйте, если кому интересно. Как часто вы к этому вопросу возвращаетесь? Мы сейчас обо всем этом поговорим. Анализируйте эффективность своих орг структур и готовы к изменениям. Как часто к вам приходят ваши партнеры, коллеги по работе и говорят, слушайте, а давайте вот тут поменяем. А дайте мне управление вот этой частью. Слушайте, а вот тут я хочу, чтобы мотивация была. А вот эта орг структура, она как-то сильно вот влиятельная, уменьшу ее, потому что она не создает добавленной ценности. У нас не принято об этом говорить. В больших компаниях есть департаменты стратегического развития. В одном крупном банке даже видел департамент организационных структур, которые этим фундаментально занимаются. Но как таковой набор компетенций в целом, я считаю, на отрасли сейчас слабый, грубо говоря. Вот, ну достаточно слабый и здесь мы не развиваемся. Так вот, если мы говорим о росте бизнеса, то это три правила. Сейчас вам хотел, чтобы вы их там запомнили, которые будут определять. Первое. Это пропорциональность расширения орг структур относительно ожидания роста вашего бизнеса. Коллеги, очень важно. Вот запомните его, да, о чем оно говорит так простым языком. О том, что сначала нужно развить орг структуру и потом бизнес будет развиваться. Очень многие ошибочно думают, что сначала я дождусь, пока будет расти бизнес, а потом, как говорится, сначала стулья, потом деньги. Здесь так же. Вот, это первое правило. Значит, второе правило. Ор структура всегда, во все времена, будет стремиться к развитию тогда, когда внутри существует конкурентное давление. Коллеги, это очень важно понимать. Вот смотрите, если у вас, допустим, давайте я пример сейчас приведу департамент HR, и там работает, допустим, четыре сотрудника, да, но они не имеют внутри конкурентной силы. То есть, о чем это речь? Ну, они уже знают все свои обязанности. За новые задачи никто не борется, да. Условно, там, вы приходите, говорите, вот у нас есть новая задача, новый проект, интересный, для HR кто хочет? Ну, там тишина, кислые лица, да, грубо говоря. Вот. Это говорит о том, что не хватает конкуренции. Где не хватает конкуренции, внутри составных частей орг структуры, она не растет. Также, где не хватает конкуренции между частями. Вот, допустим, у вас есть HR департамент, есть продажи. Они, по идее, между собой должны за полномочия конкурировать, за ресурсы, да. Если в это нету, HR структура тоже не развивается. В общем, это второй закон, что конкуренция растет тогда, когда она конкурент, растет HR бизнес, когда внутри конкурентной HR структуры. И третий момент. Рост бизнеса бывает тогда и только тогда, когда существует хорошая функция стратегического планирования в организации, составной частью которого является анализ, необходимость и потребность в HR структурах. Значит, я прекрасно понимаю, кто-то скажет, да ну, ерунда какая. Вот. Разберемся по ходу пьесы, там, будет потребность, расширим. Нет-нет-нет, слушайте. HR структуры, изменения нужно заранее планировать. Должны быть карьерные назначения. Понимание, когда мы увеличиваем, там, когда берем, либо составную часть увеличиваем, когда мы берем, допустим, нового маркетолога. Это заранее спланированный процесс, при каких критериях. Когда мы в целом, допустим, создаем вместо одного маркетолога функцию отдел маркетинга или потом департамент маркетинга большой, да, кто? Это только планирование. Само оно, коллеги, не создастся. То есть это такой вот, в этом минус всех больших, не то что любых организаций, оно не как человек ДНК, как такового, вот как мы привыкли, это понимать, нет. Я видел сам один город, сейчас не буду его рассказывать, он вот такой огромный, да, и там не было департамента маркетинга, ну, до последней стадии, да, и вот когда он уже полноценно сильно появился, тогда только город, ну, я считаю, расцвел. Вот, не буду говорить, кто это, но он, я думаю, узнал себя. Вот, и это правильный процесс, да, это правильный, потому что, а почему? Потому что город перешел на другую стадию, стала функцией стратегического планирования. Вот, в общем, тему, надеюсь, немножко так поняли, да, вот законы роста бизнеса и как это связано с оргструктурами. Это все взаимосвязано. Есть такая поговорка, свято, место пусто не бывает. На самом деле, если вы не наращиваете свои оргструктуры, не планируете, не понимаете, оно будет делаться само, но неправильно, потому что вы видите в целом структуру компании, каждая составная часть будет расширяться по своим законам, не интегрированным, не синхронизированным. И будут что возникать? Неправильные части систем, которые растут на свое благо, но не на благо в целом компании. Я расскажу сейчас, давайте, конкретный случай. Приезжая в один из городов, мне приходят, говорят, я говорю, а сколько у вас HR? Мне говорят, один. Я говорю, а сколько у вас финансистов? А мне говорят, четыре. Но кто не знает, наоборот, должно быть. То есть, а почему так? А я вам расскажу, почему так. Потому что финансист, который был, очень любил развитие, работать с большим количеством людей. HR был, наоборот, сам себе такой, сам себе режиссер, что называется. И что вы думаете? Как результат, система дала сбой. Там было развитие, но мы все понимаем, финансы обслуживают бизнес, создает бизнес HR. Понимаете? И за счет того, что руководитель вот этим всем не руководил, опустил на самотеку, у него огромная была финансовая служба. И, как говорится, с мизинец и чар, да, служба. Вот. Кто виноват? Виноват руководитель, потому что не понимал, как этот процесс работает. Виноват ли финансист? Ну, тяжело его в этом обвинить, он делал свою работу. Он там считал, что это правильно, да. У него, понимаете, у него такое внутреннее состояние, такая сущность, это всегда надо учитывать. В общем, примерно поняли, что такое координация, как растет, почему важно, какие законы, да. То есть все пятое-десятое. Следующее. Немножко про развитие и в целом про кросс-функциональность. Значит, глубоко убежден, лет через 40 ОРС структур не будет. Не будет их ОРС структур, да. Также, как нам сейчас смешно, кажется, что вот есть такие жестко линейные организации, где там вот все-все между собой, вот этот колодезный тип систем, да, отделы, они так вот друг другу подчиняются. Смотрите, как за 40 лет все поменялось, да, все гибко, процессные, продуктовые подходы, мы об этом поговорим. Вот точно так же лет через 40, да, ОРС структур не будет. Будут только функции, цели и задачи у всех сотрудников. С его сотрудник может без проблем в первой половине дня, допустим, работать, условно говоря, экономистом, да, а во второй половине дня у него будет вот в этот день, допустим, задачи, он может, условно говоря, делать стратегический анализ функции развития, допустим, ну, IT какой-то, да, условно говоря. То есть ему будет это интересно. Сейчас вы знаете, первый тренд в Европе на переобучение, потому что меняется кросс-функциональность. Как теперь следующее обеспечить функциональность? Прежде чем об этом начать, мы немножко все вместе с вами сейчас порисуем. Есть такое понятие в ОРС структурах, как степень горизонтального и вертикального сжатия, да. Вот это очень важно всегда понимать, анализировать. Давайте разберем на очень простых примерах. Смотрите, первый пример, давайте, я вам как-то это уже все рисовал, просто сейчас вот в новый. Давайте разберем даже на простом, чтобы не усложнять. Понятно, что на практике так не бывает в современных организациях, но я вам попробую объяснить, что это такое. Вот это пример упрощения, все понимают, да, я специально там делаю на простом примере. Директор, давайте, ипотечный департамент, юридический департамент, HR департамент. Для примера. Тут специалисты. Специалист один, специалист два, специалист один. Так, для примера, для простоты. Значит, чем будет определяться горизонтальное, вертикальное сжатие и что его нужно делать? Это вот степень вот этой ближины, вот здесь. Вот знаете, как и хороший отряд, когда марширует, они маршируют очень близко, правильно? То есть из-за этого создается очень хорошая визуальная картинка. Уровень вот этого мастерства, он как раз и зависит степень, как можно близко поставить вот эти все системы, да, что называется. Вот. Значит, смотрите, какие инструменты вертикально сжимают, давайте я вам сейчас немножко управленческие расписываю. Значит, первый, самый известный инструмент сжатия — это ответственность. Чем больше ответственность у этого уровня, тем он ближе будет вот сюда подходить. В орг структуре, то есть у него будет больше, знаете, больше будет стремиться на совещаниях, будет чаще давать там обратную связь, да, будет больше брать на себя задачи, не ждать, пока ему сверху кто-то спустит. То есть это первый инструмент — ответственность, сжимается система всегда. Значит, второй инструмент — это мотивационный менеджмент. При правильном мотивационном менеджменте из-за заинтересованности в результатах на всех уровнях она тоже вот так становится более гибкой. И здесь, то есть, грубо говоря, не директор будет ждать каких-то изменений, изменения будут сами происходить, потому что людям это нужно. Они понимают, что это увеличивает их продуктивность, они будут получать за это деньги, они берут вот ответственность и мотивацию. Значит, третий инструмент, который всегда же, это так называемая проектная работа. То есть не просто выполняются задачи, еще сотрудник где-то там на стороне, хочется сказать, делает какие-то работы, да, и за счет этого директор, то есть возникает такая более тесная взаимосвязь, да. Значит, четвертое — это право критики или так называемого степень свободы в организации. Значит, тут без комментариев, просто мы все понимаем, что в бизнесе степень свободы определяет уровень сжатия системы. Поверьте нас, где директор такой вот, это вот такой красный директор, который сидит на совещаниях, во главе стола там, за большим столом, все там, это от него. Вероятность вот этой критики, она низка, люди отдаляются, проблемы отдаления, все мы их понимаем. Это не взятие ответственности за процессы, значит, это не протекание энергии первого лица, потому что когда вот близкая вот эта связь, понимаете, энергия первого лица, она сюда доходит. И уж точно она совсем не доходит до вторых, третьих уровней. Она тут умирает. И поэтому задача Орг Структур всегда, вот всегда максимально вот это сжимать, да. Это очень сложно, коллеги. Я не просто так это рассказываю, это реально сложно делать, да. И бывает организация даже из трех уровней. Она такая же вот по плотности, как организация из шести, семи уровней. Я видел такое не раз прям своими глазами, да. Вот, и как работает, а, и пятый момент, всегда во все времена, это была обратная связь. Сто процентов, чем вы лучше даете обратную связь, во взаимодействии, тем всегда улучшите коэффициенты. Вот, к сожалению, очень часто бывает так, что люди перестают это делать, и у них все вот так, что называется. И второй момент, это горизонтальное сжатие системы. Это более сложный процесс в управлении. Он уже связан с между, давайте на том же рисунке покажу. Он связан между департаментами. Это как они между собой взаимодействуют. Тут мы все понимаем, речь об интеграции. У этого замдиректора, там свой замдиректор еще один, или директора, да, там, по идее, тут там между городами, насколько они. То есть это как вот эта интеграция обеспечена, насколько они вместе решают задачи, насколько вот тут люди между собой, да. Может ли там ипотечный департамент просто напрямую обратиться там к HR, рекрутеру сказать, слушай, мне нужно там это. Или он должен сначала квоту сюда направить, этот потом идет к этому, дает задачу. Или они прямо вот реально вот на этом уровне все работают. Вот это уже похоже на кросс-функциональность, но вначале обеспечьте просто сжатие без там перемещения функций. Потому что когда вы сверху будете уже это через задачи ставить, это совершенно другая история. Так, коллеги, ну тут просто время мало, да, мне надо все успеть. Поэтому тут, я думаю, все понятно. И инструменты, механизмы тоже все понимают, насколько это правильно и эффективно делать. Вот. Значит, следующий вопрос, еще более интересный, коллеги. Вот вроде как кросс-функционально сделали, да. Мы понимаем все, что текущая уже структура, это уже атавизм. Все знают мою любимую поговорку, был бы талантливый человек, должность найдем. Да, и всегда таки работаем. Вот. И часто мы даже берем человека, просто мы не знаем, куда его еще возьмем, но мы знаем, что это талант, и мы его применим. Дальше все знают другое наше правило. 20% сотрудник должен делать совершенно другую работу, которую он в принципе делает. То есть, это уже задача руководителя, вот эту вариативность обеспечить. Этим мы всегда сокращаем текучесть, этим мы всегда увеличиваем вовлеченность в работу. И самое важное, этим мы обеспечиваем вариативность мнений в каких-то ситуациях. Потому что зачастую так бывает, что когда одну и ту же работу делают одни и те же люди, они в итоге теряют вот эту конкурентную заэффективность. И все знают, что очень часто, допустим, у человека не получается, я говорю, слушай, ничего личного. Но ее сделает эту работу другой. И все это знают, и поэтому стараются до этого не доводить. И переходим к следующему блоку вопросов. Это метрика организационных структур. Это очень популярный вопрос. И мне говорят, что за метрика? Какие метрики существуют эффективно организационных структур? Во-первых, метрики могут быть разного уровня, разного функционала для разных целей и задач. Давайте сейчас вместе с вами попробуем немного подразобраться. Давайте я пример приведу. Является ли метрика организационных структур? Сколько новых отделов образовалось за последние три года в вашей системе? Давайте я вам сейчас их вместе вот так вот понакидываю. Я так немножко вопросы позадаю. Это важная метрика. Она будет свидетельствовать о чем? Насколько эффективно вы развиваете свою ОРШ-структуру? Там есть свои коэффициенты, кто не знает. Если у вас, допустим, не появляется хотя бы 10% в год новых отделов, то есть грубо говоря, значит что-то не то. Если эти метрики на больших цифрах доказана их взаимосвязь с ростом бизнеса. То есть если эти коэффициенты очень плохие и у вас все уже стабильно, ну это труба, что называется. Вторую там предложу метрику. То есть это средняя степень увеличения одного отдела в год. Количество людей. Сколько у вас меняется, в какой части, то есть насколько это все стабильно. Вот допустим, пример привожу одного из городов. Значит 30% департаментов выросли больше, чем на 45%. На 48% там было. Это я недавно смотрел. Значит, по-моему там было 40%, я уже сам уже не помню, если честно. 40% департаментов не выросло. То есть это о чем говорит? Ребенок развивается непропорционально. С высокой долей вероятности там есть проблемы. Вот этот структурный анализ роста внутри департаментов, он очень важен. Его можно смотреть в людях, можно смотреть в деньгах. Мы тут один город смотрели, удивились, если честно. Диспропорция одних, наоборот, ужимание других, при том, что смотрим на добавленную ценность, должно быть наоборот. Естественно, с директором провели сеанс обратной связи, все обсудили, объяснили. Справедливости ради директора исправился. Это к вопросу, что не надо никого ругать, надо просто рассказать. Если ты что-то заметил, пожалуйста, вместе объясните. Человек просто не обращал на это внимания. Видите, эти процессы очень сложные. Вот знаете, часто иногда показывают, бывает, знаете, что-то в такой быстрой съемке. И ты смотришь, думаешь, о, прикольно. Потому что когда это в обычной жизни, оно даже как-то не замещается. Вот орг структуры тоже нужно уметь быстрой съемки, быстрой вот этой съемки смотреть. И там ты очень многие законы понимаешь. Понимаете, когда вот тебя вокруг вот что-то с медной скоростью движется, ты даже вот не понимаешь, что все эти законы. Вот. Третий пример системы метрик. Это коэффициенты степени, кто какой департамент, кому ставит задачи. Мы все знаем, что это можно быстро посмотреть у нас, да, вот эту степень кросс-функциональности. Вы определяете подвижность орг структур. Если там идут только высходящие задачи, горизонтальных мало, да, процентовки правильных мне сложно сказать, но я считаю, там, хотя бы 20% должно быть горизонтальных задач. Лучше даже 30. К сожалению, в системах то, что я видел, это 80-90% идет вертикальных задач. То есть это всегда говорит о степени зрелости организации. И о степени, насколько она все-таки трансформируется реально там в кросс-функциональное взаимодействие, да, в интеграционный момент. Вот. Сейчас немножко отступление сделаю, да, немножко классического там, немножко классического учебника. Сейчас вот, знаете, вот, когда вот готовился к сегодняшнему материалу, мне больше всего понравилась статья Григория Финкенштейна. Такой хороший автор. Гарлс Бизнеса Фью пишет, да, там статьи. Он выделяет три таких момента. Говорит, существует, дескать, три орг структуры. Я его точку зрения рассказываю, я с ней не совсем сейчас согласен. Сейчас скажу, почему. Он говорит, первое, орг структура кадровых решений. То есть то, насколько эффективно люди, кадровые, то есть, дескать, есть вот полномочия кадровых решений, она, как правило, классическая. Ее все знают. Второе, есть орг структура управленческих решений. Она уже другая. То есть вы, если ее будете смотреть, у вас там может выявляться какой-то департамент, который прямо вот управляет всеми, да. И наоборот, департамент, который вообще никем не управляет, просто бензин изображает, условно говоря. Вот. И третья архитектура, это архитектура реальных социальных команд. Потому что департамент, он не всегда команда. То есть могут быть команды, быть какие-то группы социальных людей, они, знаете, там вместе общаются, там это, это. Это тоже не всегда видно. Вот. И поэтому вот в современном мире управленец, он должен управлять всеми орг структурами. Он должен их фундаментально понимать, да. Насколько они вот между собой существуют, насколько это все эффективно. И здесь, как говорят корейцы, и собака зарыта. Да. Вот. И поэтому очень важно вот это все понимать. Но это сложно. Коллеги, слушайте, это сложно, да. И вот когда вот начинаешь думать об этом, это и меня касается. И это по большому счету ответственность, конечно, лиц. Туда нужно большой фокус стратегического внимания направлять всей компании и пытаться этим процессом управлять. Но это не всегда это делают. Вот. И как результат, что делают? То есть к чему все это приходит? Это приходит тому, что из-за сложности управления идут самым простым путем. Он игнорирует вот эти вот управленческие функции и функции команд и переходит просто к орг структуре, понимает ее как кадровую орг структуру. Ну вот которую в книжках всегда все пишут. Там механистическая организация, там предпринимательская, функциональная, дивизиональная. Ну кучу их там в интернете почитаете. Я там классические вещи сегодня не планирую рассказывать. Мне кажется, они неинтересны. Их можно в любой литературе почитать. Вот. Дальше давайте переходим. И вот отдельно себе выделю вопрос, который хотел рассказать. Как правильно распределять полномочия? Значит смотрите, существует 4 интересных способа распределения полномочий внутри организации. Ну я их так для себя за годы своего управления выделил, да, что называется. Значит, сразу скажу плохую новость. Все знают, власть не берут, власть не дают, власть всегда берут. Это известная поговорка. Понятно, поговорка в той мере всего лишь, в какой-то мере поговорка. Но тут это. То есть в чем суть? Значит, как правило, я вам расскажу. Уровень, форма распределения полномочий зависит от компетенции ваших сотрудников. Если вы подбираете жестких исполнителей, и в профиле у вас такое стоит. А я видел много организаций, где в профиле стоит исполнительность, дисциплинированность, трудоспособность. Там чуть ли не пионеры нужны, грубо говоря. Вот, поэтому такие организации решаются самого главного. Инициативности, яркости, инакомыслия в хорошем смысле слова. А инакомыслия не бывает в плохом смысле слова. Вот. Вариативность мнений, готовность критиковать, да. Вот это очень важно. Если вы должны чувствовать, какой у вас тип организации уже по факту сформировался, а он сформируется такой, каких вы людей набираете, да, и тогда для вас подойдет вот этот тип полномочий, да, вам их реально нужно будет распределять. То есть первый тип мы все понимаем сверху вниз распределяется, пошло-поехало. Второй тип полномочий, как я считаю, правильный, он функциональный. То есть где полномочия зависит от того, какие мы задачи решаем, а не от того, какой тип человека. Сразу скажу, нигде это не видел. Это сказки про белого бычка. Как правило, человек по факту все равно к своей какой-то сущности приходит. Да, он будет зависеть не от функции, а от своей сущности. И это сложность орг структур. Потому что ими пытаются управлять, вот как будто это детское что-то такое-такое понятное, а это, как правило, непонятное. Там всегда люди, эмоции, там установки какие-то базовые, все это очень сложно. Вот. Значит, в общем, это второй тип, да, какой он будет формироваться. Значит, третий тип полномочий, это через конкурентные механизмы. Так же, как там я говорил. Самый сложный, его плохо делают. Почему? Потому что, знаете, создание конкурентных механизм по полномочиям, это же жесткая передача ответственности. То есть, слушайте, а вы знаете, что отпускать ответственность оказывается самое сложное. Оказывается, у человека есть очень сильный эгоизм и разновидность эгоизма – это неготовность передавать людям то, что можешь сделать ты. Это очень большая проблема. Вот мне повезло, у меня там, я считаю, эгоизм близко к нулю, да, потому что я, наоборот, всегда всем передаю, всем доверяю, с первого дня все знают. И то, как иногда побаиваюсь, но очень редко, да. То есть, и то не потому что эгоизм, потому что ну реально просто переживаю, что за человеком, наверное, больше переживаю. Но, к сожалению, очень часто бывает наоборот. Поэтому вот это нужно учесть. И четвертый тип передачи полномочий, он самый такой неожиданный. Это передача полномочий в зависимости от уровней компетенции самого человека. Это более такой честный подход. Он только обретает обороты. Это он считается такой матричный, что он зависит не от места человека в структуре, не даже от его функций, а от его потенциала как личности. Ну все понимают, это разные вещи. В общем, давайте, чтобы долго вот на этом не останавливаться. Я надеюсь, так примерно сказал, просто это было очень важно сказать, потому что на этом совершают все большие ошибки, да. И как результат может быть сильные полномочия там, где нет большой добавленной ценности, там, где люди не готовы к ним и наоборот не дают полномочия жизни туда, где можно там супер отдачу получать. Все, тут мы поняли друг друга. Значит, следующий момент. Стратегия компании и орг структура. Значит, смотрите, стратегии компании, это отдельная тема разговора, да, но, как правило, стратегия компании, она всегда отвечает интересам трех типов стейхолдеров, так называемых, да, о которых я говорил в начале. Люди, общество, акционеры. Внутренние сотрудники, общество в целом и акционеры. Где-то иногда пересекается. В чем здесь фишка? Вот стратегия компании, она должна четко увязывать орг структуры со своими стратегиями. Вы знаете, это не всегда делается. Вот, и это сложно, да. И я уверен, многие, когда планируют, вот все знают, что у нас, когда стратегия проходит, у нас всегда еще обязательно департамент презентует видение орг структуры свое, да. То есть, как она будет, вот это очень важно. То есть, делаем стратегическое планирование, сразу же делаем стратегическое планирование орг структуры. То есть это приоритет. Тут еще что важно в этом аспекте. Вот сегодня идет конкуренция за продукт. Я думаю, все понимают, что в сегодняшнем мире критично важно, какую ценность мы создаем клиенту. Значит, создание клиентской ценности, это точно совершенно вопрос, связанный с орг структурами. Где она создается? Можно даже делать отдельную орг структуру по клиентскому сервису. Вот прям вот я видел, коллеги, да, все знают, просто у меня сегодня времени на это не хватит. Можно рисовать отдельную орг структуры по любому вопросу. Можно делать отдельную финансовую орг структуру, где у вас будет орг структура нарисована в виде просто бюджетирования и взаимодействия. Можно делать маркетинговую орг структуру, где там будет у вас большой маркетинговый отдел. Вот знаете, карты, допустим, в России все знают, одна карта, в Австралии другая, там Австралия в центре. В Китае, Китай в центре карты, да, он такой большой, а все страны маленькие. И в КНДР там вообще интересная история с этими картами. Вот. И все. И также ОЖ структуры. Они могут отписать и могут быть по разным функциям. И иногда их полезно рисовать. Очень полезно вот у нас для там, она понимание было, когда мы собрались и попробовали понять, а как у нас, допустим, клиентский сервис осуществлен, да, в каких департаментах живет, то, на кого влияет, какие полномочия, кто реально руководит. И, знаете, вот так вот все это переворачивается. И бак, что называется, так это все встает на свои места. Как этим правильно управлять. Ладно, это такая тема тоже отдельного разговора. Я вот главное, чтобы все это понимали, как все это правильно, да. Следующий вопрос. У нас время, к сожалению, что-то я смотрю, не так много остается. На чем сейчас хотел сделать остановку очень важную. Как распределять таланты. Есть такая книжка хорошая. Onale Human Resources Management. 19-е уже издание вышло. Кстати, 19-е очень хорошее. Прям там новые добавлены фишки. Всем советую посмотреть. Исходя из последних тенденций там, вот этой психологии человека, его там, что на работе нужно человеку, да. Давайте вместе с вами сейчас немножко, буквально там, несколько моментов управленческих попробуем разобрать. Значит, первый момент. Вот смотрите, вот есть такое понятие в этом, ну, сила крыла, да. Там на поток воздуха все знают, за счет, почему самолет летает, и почему птицы летают так, как по земле ходят, да. И самолеты почему так уверенно летают. Там есть вот эта подъемная сила крыла, так называемая. Ну, все это знают. Тут самолет, допустим. Вот крылья условные, в разрезе, да, что называется. Есть подъемная сила крыла. Значит, а вот что является подъемной силой оргструктуры? Вот знаете, это я недавно таким вопросом сам задался, сам себе, да. Что является подъемной силой оргструктуры организации? За счет чего она вот так вот туда вот вверх тянется? Есть там ДНК, которая сама проверяется. А вот в самом уже движении, да, вот помимо там фундаментальной сущности, как она вот в моменте вот эту мощь туда несет, да, как, где вот эта подъемная сила? Я нашел ответ. Качество персонала. Смотрите. Я даже понял, что такое восходящие, нисходящие потоки и зоны турбуленции. Значит, когда бы, вот я вам расскажу. Вот смотрите. Мы все знаем, у нас есть, допустим, кандидаты класса А, Б, С. Ну, плюс-минус есть А плюс А минус, Б плюс, Б минус. Ну, все знают, да, эти классические классификации. Мы не секрет, компания тоже применяем в нашей. Вот давайте я вам первую задаю вопрос. Будет ли подъемная сила? Смотрите. Директор класса А. Тут класс Б. Допустим, тут уже С. Тут, допустим, С минус. Тут Б минус. Ну, тут, ладно, тут какой-то талант сидит. И тут С минус, С плюс. Вот задаю вопрос. Будет ли подъемная сила? Не будет. Ответственно заявляю, не будет. Вот этого никто никогда не будет напрягать. Да? И конкурировать. Здесь, вот тут есть надежда, но мощи не хватит. Тяга не та. Он, во-первых, внизу сильно стоит, да? Рядом слабое окружение. Тут надо смотреть. Либо его быстро вытащить сюда. Если руководитель вот этот очень умный, а судя по тому, что умный, он его, конечно, сразу сюда зацепит. С С местами поменяет, отратирует и все будет происходить, да? Но это редкость бывает. В общем, подъемная сила определяется степенью дельты между уровнями управления по качеству людей. Все. Там, где она высокая, вот поверьте, если у вас кто-то скажет, ну тогда надо слабого руководителя тут ставить и подъемная сила. Нет, так это не работает. Потому что тогда просто мощи не хватит. Подъемная сила будет, а тяги двигателя не будет, да? И система тоже не полетит, поверьте нас. Все-таки первое лицо это условный двигатель, который вот эту систему тянет, а подъемная сила это вот крылья, как команда организована. В общем, есть такое незримое правило. Если следующий уровень управления примерно 0,5, больше чем 0,5 уступает, подъемная сила уже не создается. Коллеги, это мой эмпирический опыт за 23 года, вот можете мне просто поверить на слово, да? Значит, нельзя. К сожалению, мы это встречаем. То есть, если у вас тут А, вот тут в лучшем случае должны быть Б плюс работать. Вот если даже вот Б минус, средний уровень, все, вот не взлетит, ничего, вот хоть что делайте, мощь перестает работать, да? А тут есть три инструмента. Первое, оценка персонала. Второе, кадровый резерв. И третье, это, естественно, развитие. Все. Вот на уровне орг структур и системы работы с персоналом мы вот это все с вами понимаем, да? Как результат становится правильной организации, уровни, принимаются вовремя кадровые решения. Ну, я сейчас вот это, по идее, конечно, наверное, я и проговорю про дольше сам про это, ладно? Потому что без уже картинки. То есть, смотрите, вот тут кроется вся работа вот этого первого лица. Он формирует вот эти принципы, да? Он критичен вот своим вот этим правилам, да? Не секрет, что... Ну, не секрет, что я часто управленцев оцениваю не по ним, а по тому, кто у них работает. И даже если они 10 раз талантливые, но команда слабая, я все-таки всегда выступаю за ротацию таких сотрудников. Вот. Понятно, мы с ними пытаемся работать. Дальше. Если я вижу, что руководитель, допустим, вот где-то чуть средняя система, я прям настаиваю в минус 2, в минус 3 завод более сильных кандидатов. Вот. И когда, ну, все знают, со мной плотно работать, что это у нас серьезный всегда фактор внимания процессом, потому что я считаю, что с этого все начинается. Почему мы всегда имеем большие службы развития, почему все обучаются? Потому что я считаю, в моменте нужно все уровни подтягивать, да, чтобы они между собой вот так вот постоянно вот это все вперед шли. Вот когда эта система сделана, компании развиваются, они растут, они идут вверх, да? Ор-структуры становятся, знаете, такими классными. То есть все чувствуют жизнь про такие компании, говорят, да, здесь круто, здесь приходишь на работу. Почему? Потому что жизнь есть, понимаете? Вот это идет туда, система, сила вот это туда идет. Вот, ну ладно, тут все просто, более-менее понятно, поэтому там просто хотел вот еще раз проговорить. Теперь немножко, знаете, пофантазируем, да, о будущем поговорим. Представим, что мы с вами вот имеем возможность как хотим эти ор-структуры так и изменять. Это так и есть, кто не знает. То есть так, между прочим, что называется. То есть это все в наших руках, и мы как бизнес определяем вот эти полномочия, смены, составы, там, цели и задачи. Но инерсия все равно будет большой. Так вот, в идеале, знаете, все-таки будущее за продуктовыми и проектными офисами. Коллеги, вот я еще когда говорю горизонтальное сжатие, я забыл там упомянуть. Потому что продуктовые и проектные команды, они всегда помогают системам быть более такими сжатыми, более эффективными. Поэтому я с болью иногда смотрю, когда нет проектной работы в городах некоторых и в некоторых бизнесах. С болью смотрю, когда нет хороших закрепленных продуктовых команд. Вот были в Netflix на стажировке, нам прям рассказывали, так, нет, это в Гугле, в Гугле, да, в Гугле были когда вот. И там, знаете, они говорят, а у нас вот висит перечень, вот я говорю, есть интересный проект, я выигрываю конкурс за этот проект, я на него заявляюсь. И если я выиграю, я вправе набрать любого. Я сам ставлю деньги, которые, премии, беру любого сотрудника, а у него выделен бюджет 20% времени. Он как бы 80% своих систем в Гугле работает и 20% у них на конкурентной основе его могут выбрать. И это круто, да, когда тебя там выбирают, ну, допустим, в нашей ситуации, сейчас вот только обсуждали сегодня там как раз, я говорю, дайте человеку команду всю сформировать, кого захочет. Все, дайте ему деньги, чтобы ему было интересно. То есть, понимаете, вот это все так работает и такие должны быть аж структуры, понимаете, они должны быть, их надо менять потихонечку, да. Или сейчас мы все видим, сейчас у нас, допустим, время наступает эффективной работы с продавцом. Надо всегда эффективно работать, но сейчас особо важно, да, там в общей структуре, скажем так, ценности. Все, можно формировать условно проектную работу с продавцом в городе. Она может быть состоять из маркетолога, из юриста, из даже топового риэлтора. Вопрос, сколько вы туда ресурсов дадите? Какое место в организационной структуре эта проектная работа возьмется, да? Какие полномочия, какую ответственность, какую цели поставите? Все, и у вас уже структура, она уже трансформировалась этим вашим решением, причем она усилилась всеми другими вещами. Как она усилилась? Сразу же люди обладают новыми компетенциями, между собой возникают новые связи, учатся новые управленцы, потому что сейчас они были на этих уровнях, они учатся управлять по-другому. Все, это правильно работает. За этим будущее. Вот со временем, я считаю, вот эта система, она выдавит классические организационные структуры. Так, в общем, здесь тоже разобрались, здесь понятно. Следующий момент, это мотивационный менеджмент и орг структуры. Здесь тоже хотел остановиться. Значит, смотрите, ну, знаете, такая большая дискуссия идет в обществе, кто должен сколько зарабатывать, да? И как зарабатывать. То есть, вот недавно ко мне директор пришел и говорит, слушайте, говорит, проблема. Я говорю, что за проблема? Вот я получаю меньше топового риэлтора, партнера. Я говорю, так у вас не проблема, у вас счастье. Вот что называется. Значит, вы создали такую систему, которая, она говорит, ну, руководитель всегда должен получать больше любого бизнес-партнера, риэлтора. Я говорю, нет, не всегда, абсолютно нет. Я говорю, у нас очень много людей больше президента получает денег, зарплату. Это не значит, что президент плохо работает, да? Вот, вот, ну, естественно, он так не стал отшучиваться на эту тему. Вот, но суть какая вопроса? Вот я, например, считаю, что абсолютно нормально, опять порисую, что в некоторых ОЖ структурах мотивации должны быть не на каких-то уровнях денег может быть больше. Давайте сейчас попробую это доказать. Вот смотрите. Во-первых, это отходит к справедливости вот этого мотивационного менеджмента, да? То есть руководитель, как правило, должен получать какой-то процент от результата, да? Результат, ну, так напишем. Дальше уровни управления тоже, но вот вопрос добавочной ценности. Почему бы не допускать, что какой-то элемент системы может создавать больше добавочной ценности, чем руководитель? Вот это хорошо или плохо? Вот я считаю, что это хорошо, да? Почему? Потому что чем больше, это уже эффект вниз вот этой тяги, чем больше ценности создается на всех этапах, тем лучше. Да, кто-то скажет, а почему тогда руководитель? С него и спрос, создавая большую ценность, да? Если тут создается большая ценность, значит, руководитель должен больше получать. Ну, я бы вот так бы аргументировал на месте руководителя, да? Не так, как он мне сказал, типа, а почему? А вот такой бы я аргумент приводил. Ну, а тут тяжело уже спорить таким аргументом, да? Он-то как бы, если он такую ценность создал, что вот в этом есть его работа, чтобы эти уровни ценности создавали. А где тогда моя ценность, если я вот такой крутой? Вот. Ну, мы ему тогда скажем, хорошо, значит, у тебя здесь какой-то человек создал ценность, но ты же ответственен за общую ценность. А остальные, значит, у тебя ничуть не создали ценность. И так как средняя ценность такая, поэтому у тебя ценности нет. Поэтому один элемент вполне может быть больше, чем ты, грубо говоря, в доходе. Вот он уже не поспоришь, правильно? Ну, так, теоретически, по крайней мере. Вот. Ну, к чему я все это клоню? К тому, что очень важно смотреть мотивационный менеджмент в орг структурах. И как он распределяется? Могут ли люди быть звездами в этих орг структурах? Вот вчера недавно говорю, я говорю, почему у нас в некоторых системах HR не может зарабатывать больше топового риэлтора? Может. И такая должна быть система мотивации, да? Потому что он там может совершенно другую ценность компании создавать. Или иногда у нас бывает там проблема, что РОПы получают меньше менеджеров. Почему? Да потому что то же самое. Потому что один менеджер вот классно работает на своем уровне, да? А тут вот средненькие. А менеджер вот эту ценность среднюю создал, поэтому и сам получает меньше. Все, коллеги, вот это очень важно тоже учесть при формировании ОЖ структур, да? И всегда понимать, что вот это то, за что мы тоже отвечаем. Распределение денег между ОЖ структурами, возможности для каждой системы, глубинное формирование вот этой добавочной ценности внутри организации на уровнях. Это и есть вот эта вот наша управленческая работа. Если она правильно сделана, у нас тоже система становится такой, знаете, растущей. Люди чувствуют, что не зря работают, получают доходы, растут, растут в должностях. Это все вот это вот, понимаете, вот это все к росту организации приводит, да? То есть это ну вот прям то, что надо, что называется. Тут часто все делают ошибку. Начинаются потолки, KPI, там, что еще у нас придумывают. А, ну вот недавно с третью фразу, что-то он сильно много у меня получает. И слава богу, пусть получает больше всех. Я всегда всем говорю, да? Почему СССР распался? Потому что все получали одну зарплату. Ну давайте дальше, про визуализацию немного. Последнее, что осталось, визуализация и уровень, и ОР-структура. Значит, должна ли ОР-структура быть визуализирована? Да, значит, она всегда должна быть визуализирована. У нас она в компании тоже есть. В каждом городе она есть визуализированная. Желательно там, там очень большие возможности открываются. Там можно, ну вот визуализацию всегда лучше понять. Можно и объем визуализировать. Я недавно, знаете, был в одной из там компаний, да? ОР-структуру посмотрел. Прям заходишь, она прям там висит. И представляете, в каждой ОР-структуре сразу же написан бюджет. То, сколько потребляет, да? Нормально, мне вообще понравилось. Вот, и каждый человек сразу же знает, сколько стоит, сколько денег. На управленцев она не висит, естественно. На всеобщем обозрении все это понимают. Ну прикольно, слушайте, мне понравилось. Хорошая идея. Мы ее тоже хотим реализовать. Вот, дальше всегда можно смотреть объем задач, поставленных на этой карте. То есть карта визуализации должна быть расширенной, и там должна быть побольше информации. Там можно делать вот эту метрику, о которых я говорил, да? То есть там, с какой скоростью меняется там, что, как, как, что. Это сразу же по-другому у любого управленца. Даже каждый там свой департамент зашел, посмотрел, опачки. Два года назначения не было, текучесть у меня большая. И все это происходит, да? Я раз у нас внешняя сегодня встреча там показывать не буду, да, все эти картинки, но просто поверьте на слово, что это очень важная работа. И визуальный менеджмент, он работает. Да, все мы визуалы. Все знают, человек большей частью визуал. Он любит вот эту информацию. Вот это как и что понимается. Вот, коллеги. Типовые ошибки при работе с орг структурой. Напоследок оставил, да, я там несколько минут. Значит, первая, главная ошибка. Нету даже совещаний по орг структуре. Серьезно, я знаю города, где они за пять лет ни раз не собрались, не посмотрели свои орг структуры. Вот все, что я сегодня говорю, не проанализировали. Ну, это неправильно. Должно быть раз хотя бы в полгода. Совещание по орг структуре, где вы смотрите, как меняется, что как. Вот все, что мы сегодня обсуждали, проговаривайте, смотрите там. Карты там талантов смотрите, да, добавленную ценность, взаимосвязи, степень сжатия, горизонтальная, да, мотивационный менеджмент там между этим. Там все там распределение. В общем, представляете, да, сколько работы можно строить вокруг там организационных структур. Вот, ну и все. И, соответственно, следующая типовая ошибка. Орж структурам иногда боятся отдать кому-то в зону ответственности, оставляя себе. Коллеги, скажу плохую новость. У управленца время не хватает, у первого, да. Орж структурам должен заниматься кто-то в высоком статусе, для которого это очень важная работа. Опять вопрос полномочий, да. И который более-менее беспристрастно на все это смотрит. Первое лицо на все это смотрит пристрастно, да, потому что он это все и создавал, а все знают, что когда сам себя щекочешь, не щекотно. Да, и именно поэтому очень важно, чтобы тут была какая-то конкуренция. И вот кто этим управляет, вы и так этим, поверьте, управляете своими действиями. Кто-то должен другой, кто создает вот эту чуть-чуть конкуренцию, вот это вот, и вот эти процессы. То есть это фундаментально важно. Вот. Следующая типовая ошибка при Орж структуре. Значит, ее не прорисовывают. Надо прорисовывать. Вот по возможности туда все. Вот то, что я сегодня объяснил, прям еще с уровнями людей, с их оценкой там. Все это делайте, прям вот это хорошо работает. Вы быстрее будете начинать двигаться, да, что и как происходит. Вот. Следующая у нас ошибка, я ее называю ошибка в кубе. Это не совсем правильно люди понимают свое место и любят нагружать себя безграничным количеством департаментов. Коллеги, это касается первого лица в городе, нельзя на себя много грузить. То есть я вот вам тут не показывал, да, самая типовая ошибка это солнышко. То есть вот есть директор и все ему, все-все-все-все-все-все-все-все, даже уборщица ему подчиняется, да. Вот, значит, то есть это, ну, коллеги, это реально типовая ошибка. Вот. Конечно, нет, должны быть уровни управления. Умейте доверять людям, отдавать функции. Именно это тоже, я об этом упомянул, один закон роста систем, да. Ни одна из систем не должна быть перегружена. Она должна просто хорошо делать свою работу. Не бойтесь создавать уровни управления и на высшем уровне, да. То есть взяли первого заместителя, не просто первый заместитель, но серьезный функционал, влияние, полномочия вас не беспокоят. То есть это вот задача вот где-то первого лица. Коллеги, большое спасибо за внимание. Надеюсь, было всем полезно и интересно. Спасибо.